Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи! Эволюция, о которой мечтали все рабочие и христиане, сверхшилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказать! Не высказать! Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете «Радио Народная волна» на частоте 1430М, 99,1 FM. На нашем веб-сайте radio-nvc.com. Ну и, конечно же, на нашем канале в YouTube – Radio NVC. Да, и хочу напомнить, что есть бесплатное приложение. Если вы пользуетесь iPad'ами, iPhone'ами, зайдите и загрузите себе наше бесплатное приложение – Radio NVC. И где бы вы ни были, дома, в машине, вы всегда можете нажать кнопочку и слушать. Мы всегда будем с вами. Я своим родителям, пожилым, довольно уже. Download вот этот вот аппликейшн. Они с удовольствием слушают. Ну, если у вас... Позвольте, я вас представлю, господа. А, ну давайте представим. Анатолий Червец, Олег Падлак. Добрый день. Я вам тоже, что и было. Насчет этих бесплатных аппликейшн. Просто напоминание о том, что эти аппликейшн, к сожалению, пока еще не работают на платформе Android. Поэтому вы можете, если у вас платформа Android, выйдите просто через интернет на нашу веб-страницу. Radio NVC.com. Очень легко. Radio NVC.com. И будете слушать. Телефон в студии 847-400-5200. И начнем мы с сообщения Олега Падлака. Что-то ты хотел поделиться какой-то информацией с нами и нашими радиослушателями. Но прежде чем ты поделишься информацией, давайте привезем. Давайте. Добрый день. Мы вас слушаем. Да. Здравствуйте. Я могу говорить? Конечно. Как всегда. Добрый день. Добрый. А, очень рад вас слушать. Прекрасное выступление. Очень хорошее. Мне самое интересное, знаете, что мысль пришла в голову? Значит, кто-то из вас читал статью, в газете была, наркобароны Южной Америки. Прочем это статью, у меня волосы дыбов стали. Это конец света. Что эти твари только вытворяют? Сейчас у меня пришла мысль в голову, что никакой не ссорость и никакие те самые саппорт этому всему, а только наркоторговцы. Они поставляют этих всех людей сюда. Они обеспечивают все. Их с ними борьбы никакой нет. А того и Трампу не дали возможность построить заборы за 25 миллиардов долларов. Это все работа этих наркоторговцев. Это ж конец света. Мексика сейчас полностью, почти вся усилена маком. Они выращивают мак. И дают это самое сырье наркоторговцам забирать, покупать за бесценок. Поэтому никто ничего не может сделать. Даже этот Трамп состояние уничтожит это. Это то, что он делает сейчас. Тексы повысит тариф. Это всегда лампочки. Потому что все тарифы покрывают наркоторговцы. А остальное все это политическая болтовня, обман полнейший. Вот такое мое мнение. Спасибо большое за ваше мнение. Наверное, в этом есть что-то, безусловно. Я просто никогда не исключаю такого многошагового поступка. Поэтому исключить Сороса из всей этой Катавасии тоже невозможно. Потому что он все-таки финансирует вот эти караваны. Причем это официальные данные. Да, так или иначе. Поэтому там руку прикладывают и наркоторговцы, и, конечно же, Сорос. И все это вместе. Что касается Европы, то я не думаю, что это мексиканские картели. Мы к этому приложили руку. А вот то, что Сорос к этому приложил руку, это абсолютно верно. Такое массовое переселение народа. Ну, а в отношении того, что вы говорите насчет тарифов, немножко с вами не соглашусь по одной простой причине. Тарифы всегда... Давай так. Давай мы начнем с Олега, а по тарифам мы поговорим отдельно. Потому что это новая такая... То есть мы сначала будем тарифом откладывать Олега, а потом всех остальных. Ну, давайте попробуем. Я прям просто у вас как груша какая-то боксерская. Сейчас будете... Нет, ты просто скажи, я просто как груша. И там остановись. И все. Как тебе груша. Висит груша, нельзя скушать. Давай-ка поделись с нами информацией. Интересно то, что вот якобы закончилось расследование. Но, как говорится, Возыны не там. Умер бедный Хаим, а жена рожает каждый год. Каждый год, да. А дело в том, что вот, ты представляешь вообще, левые СМИ два года им было о чем говорить. Причем тема довольно глубокая. Обвиняли президента и в связи с русскими. И в том, что он... Да его просто агентом называли. Что он правосудию препятствовал, что он агент, что он поставлен Кремлем. Два года говорили, и вдруг закончилось расследование. И как бы, ну, не можем же мы замолчать. Мы должны продолжать говорить. Вот, и все равно продолжаются разговоры о том, что весь этот отчет и все эти выводы – это Филькина грамота. Вот, ну, мы все знаем, что несколько дней назад Мюллер посетил департамент юстиции, где он выступил с заявлением перед журналистами. И мы же знаем, что несколько месяцев демократы в Конгрессе, они пытались уговорить Мюллера дать показания на капиталистском холме. В принципе, Мюллер сказал все то же самое, что уже говорилось в отчете. Он опроверг недавние слухи в либеральных кругах о том, что его команда, дескать, составила какой-то тайный документ с обвинениями в адрес Трампа, но не стала его опубликовать, как бы. Спецпрокурор Мюллер поблагодарил Бара за публикацию отчета о расследовании и сказал, что ни о каком скрытом результатах работы его команды говорить не приходится, о каком-то скрытии результатов. И это было ответом на многие заявления лидеров демократической партии. Он отметил, что в любом случае не мог бы подать на действующего президента в суд из-за его неприкосновенности. Но если бы он обнаружил какие-то преступления, которые Трамп совершил, то он бы как бы их открыто озвучил. В то же время он сказал, что поскольку он ничего не нашел, это еще не значит, что ничего не было. То есть это называется «стой там, иди сюда». Даже не так сказал, если бы мы могли сказать с уверенностью, что Трамп не совершал преступления, то мы бы это сказали. То есть он перевернул всю систему правосудия с ног на голову. Получается, что презумпция невиновности работает, нет, а наоборот работает. То есть Трамп должен доказать свою невиновность. Невиновность, а не наоборот. В глазах демократов Трамп виновен до тех пор, пока он не докажет свою невиновность. Он виновен лишь хотя бы потому, что он Трамп, а уж тем более потому, что он посмел ранаться на президента и стал президентом. За это ему нет прощения, и он достоин расстрела пожизненного. Да, ну Мюллер сказал, что он не собирается идти в Конгресс и участвовать в этом цирке, когда его будут допрашивать. Нет, 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 я прошу прощения. Он специально выступил позавчера для того, чтобы не идти в Конгресс не потому, что цирк, а потому, что он в жизни не выстоит. Не выстоит, не сможет. Допрос республиканцев. Морально, не физически. Это он сказал, что он не хочет участвовать. А в принципе, да, он действительно не... К сожалению, это очень важный момент. К сожалению, комитет, юридический комитет возглавляет Джерри Надлер. Такой, ну понятно, неважно какой. И от его решения зависит. Вызвать. Вызвать или не вызвать. И Марк Левин совершенно справедливо отметил, что в этом случае Линдзи Грэм, будучи председателем юридического комитета Сената, должен повесткой вызвать Малера в Сенат на слушание в комитет. И задать ему все вопросы, а почему ты расследовал Трампа, все его окружение? Тебе уже в начале 1917 года было точно известно, что никакого коллужин между Трампом и Кремлем не было. Почему ты полез, стал расследовать какие-то медальоны, какие-то темные делишки Майкла Коэна? Почему ты стал расследовать делишки, темные делишки Мэнафорта, который на пару с Подестой там крутил в Украине дела? Какое-то... И тем не менее сел один Мэнафорт. Один сел, а Подеста нет. Какое-то отношение имеет к тому заданию, которое ты получил. Это первое. И второе. Когда ты узнал, что коллужин нет, почему ты продолжал крутить, вертеть, давить, душить, застращал Майка Флина до такой степени, что он вынужден был признаться в совершении преступления, которое он не совершал? То есть Дершавиц по этому поводу сказал, все понятно почему. Почему? То есть он, потому что... Ну ты себе представляешь на секундочку. Вот Малера, да, на допросе у этого, у Джордана, да, на допросе у Дэвида, Дэвина Нюннесса, на допросе у... То есть они начнут задавать ему вот эти вопросы. Вот эти вопросы. Почему твоя задача была расследовать коллужин или вмешательство русских в избирательную кампанию? Почему ты не спросил, не задал вопрос? Нет, нет, нет. Вот тут, кстати, я почему-то не слышал ни от одного человека. Я не знаю, сколько людей слушали этот доклад Малера. Малер, я дурак, я прислушиваюсь к каждому слову. Ну, такой у меня характер. Малер начал свой доклад с того, что ему было поручено расследовать вмешательство русских в выборную кампанию американскую. Да. Окей, тогда у меня вопрос, который ему никто не задал. Если ты расследовал вмешательство русских, почему же ты не начал свое расследование с администрации Обамы, которой было известно еще до выборов Трампа, о том, что русские пытаются вмешаться в выборы? Почему он не начал это расследование оттуда? То есть, он вообще о Калужин слова не сказал. Он это все представлял о том, что вот он такой белый и пушистый, он расследовал вмешательство русских в выборную кампанию. Понимаешь? Если бы он хотя бы сказал о Калужин, тогда ему бы пришлось признаться, что он не нашел никаких эверенсов Калужин. А он очень правильно сказал. Он сказал, я расследовал вмешательство русских, ничего там не нашел. Понимаешь? Вот такие тонкости просто нужно очень внимательно слушать. Но он, смотри, у него получилась как бы игра слов, чтобы запутать слушателей. То есть, он сказал, если бы его расследование точно обнаружило то, что Трамп не виноват, то там бы так было и написано. Понимаешь? Но в течение написано по-другому. Значит, в отчете, что он добавил, значит, там написано было, что если бы он, значит, я уже сказал, да, ничего не обнаружил, так было бы написано. А в противном случае, говорит, он все равно ничего не нашел, чтобы доказывала его невиновность. Получается, что он как бы применил такой прием, вот как бы, знаешь, за пределами англоязычных стран, когда ты пытаешься запутать вот этими вот терминами у нас звонок. Давайте применим звонок. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, во-первых, я хотела продолжить, почему, да, вот это вот ваше. Значит, если он говорит, что он ничего, что он не уверен в том, что Трамп не виновен, а в то же время он ничего не нашел, при том, что у него были все полномочия, у него было неограниченное количество адвокатов, прокуроров и так далее, которые работали с ним, у него было неограниченное количество денег, они потратили 35 миллионов. Что это означает? Это означает, что либо они совершенно некомпетентные, и все эти 35 миллионов они затратили зря, либо, если они ничего не нашли, как он может говорить, что я не могу сказать, что он не виновен. Опять же, это некомпетентность и абсолютно явная просто ложь и лицемерие. Ну, а вы знаете, я хотела вообще на другую тему спросить у вас, если можно. Конечно, пожалуйста. Значит, вы, наверное, знаете, что в 2020 году будет перепись населения, так называемый ЦЕНС, и наш президент ввел туда одну из граф гражданства, и что сейчас идет огромная война, чтобы вот это вот гражданство убрать из ЦЕНСа. Почему? Потому что, например, в нашем замечательном штате, где у нас огромные долги и все прочее, если у нас здесь столько нелегалов, и они будут входить в количество, значит, граждан, так сказать, потому что если нет гражданства, значит, все граждане, то, соответственно, нам будут выделять намного больше денег. То есть они не зря делают даже вот это вот, чтобы у нас был Сенчери Сити. Они покрывают свои дырки, свое воровство, свою коррумпированность вот таким образом тоже. Вопрос в чем? Какой вопрос вы хотите? Ну, это, собственно, не вопрос. Это, да, это комментарий. Нет, абсолютно правильно. Это реманка такая, которую можно обсудить. Потому что это, сами видите, что происходит в нашем штате коррумпированном. Да. Причем самое интересное то, что это не Трамп хочет ввести, а оно было до выборов Обамы на пост президента. Это графа была, она существовала 65-го года, и все было нормально, и никто, в принципе, с этим не спорил. Обама, не проведя это через закон, самолично вывел эту графу из ценза 2010-го года. И все, что Трамп пытался сделать, просто вернуть эту графу, так как это не было... Так как это по закону так было. Да, то есть, поэтому там сейчас идет такая катавасия, но тем не менее, конечно, им не выгодно. Но, с другой стороны, я вам скажу честно, я немножко не понимаю эту борьбу по одной причине. Ну, хорошо, ну, получу я этот ценз. В этом цензе будет написано, а you citizen или нет. Значит, одно из двух. Либо я это не отмечу, эту графу, если я не хочу ее отмечать. Либо я совру в этой графе, ведь они не предлагают представить никаких поддерживающих документов. Да, это чисто же вопрос. Поэтому я считаю, что это как раз именно та, как говорится, схватка, которую абсолютно не обез... Это просто принцип. Поэтому вот такая идет война. Потому что либералы говорят, нет, не надо. Именно потому что Трамп говорит, надо. Если бы Трамп сказал, ну, нет этой графы и не надо, либо либералы бы сказали, не-не-не-не-не. Вот она там была, вот, пожалуйста, ее верните. Понимаете? То есть это просто еще одно противостояние демократов Трампу. Все. Больше в этом ничего нет. Потому что никакой легальной, никакой существенной основы оно под собой просто не несет. Поэтому... Ну, а насчет Маллера. Смотри, интересная вещь. Значит, Маллер ответил вот тем, что он сказал, что если бы у меня была уверенность, что он не виновен, я бы об этом сказал. Ну, Валл, никто его, в принципе, не спрашивал давать свое просто мнение или заключение. Его назначили специальным прокурором. Обязанность прокурора, в его обязанности входят две вещи. Первое, это провести расследование. И второе, вынести заключение, есть ли достаточно улик для того, чтобы завести уголовное дело. Все. Это не его задача оправдывать, это не его задача выносить какие-то решения. Для этого существует суд. Ну, а то, что я вот, те, которые вчера, может быть, не слышали, я вчера привел пример. Три поправки. Пятая, шестая, четырнадцатая. Пятая поправка, которая дает нам право не давать показания против себя, это раз. Это относится к тому, было ли препятствие правосудию или нет. Шестая поправка говорит о том, что презумпция невиновности остается в силе до тех пор, пока не выносится приговор суда, виновен или невиновен. До этого времени всегда остается презумпция невиновности. И четырнадцатая поправка говорит о том, что никто из, то есть государство наше и его представители не имеют права лишать нас свобод и частной собственности только по подозрению в каком-то неправомерном деянии. Для этого, опять же, работает шестая поправка, где презумпция невиновности. Так вот, все вот это, но относительно Трампа, все должно быть наоборот. Он должен доказать, что невиновен. Юридически все вопросы, я должен объявить это обязательно, потому что это такой сюрприз для наших радиослушателей, совершенно неожиданный. А сегодня, ну, как традиционно будет программа Леона Измайлова и... Ой, Измайлова, Вайнштейна. Что это я вспомнил Леона Измайлова? По Фрейду что-то. Леона Измайлова. Я сам знаком был с Леоной Измайлова. Может, и от нас что-то скрывают? Просто будет смешно, наверное. А Леон... Я чуть не сказал. Леон Майнштейн, я не знаю, что у меня измайлова. Ну, я не знаю, наверное. Леон Майнштейн, и его собеседницей будет известная в узких кругах, очень популярный адвокат в узких кругах, но такая убежденная очень, Юлия Бигбова. Те, кто пользуются социальными сетями, наверное, знают ее больше, я имею в виду, потому что там все-таки больше народу, потому что она до сих пор на нашем радио никогда не выступала. А те радио, где она появляется периодически, там, к сожалению, слушателей меньше, чем... Когда-то очень давно, по-моему, выступала. Я даже когда-то звонил, и с ней... Она звонила... По-моему, это было еще до выборов. Во время компании, нет? Это она звонила, не была в студии. В студии она была, она была у нас в студии, Юля была у нас в студии, когда были адвокаты, приезжали Михаила Ходорковского. Вот они были у нас в студии, и Юлия Бигбова была вместе с ними у нас в студии. А до этого она звонила просто в эфир и как бы... Ну, я вам скажу, всем любителям, во-первых, политики, во-вторых, юриспруденции, и в-третьих, иммиграционных реформ, для вас это будет очень животрепещущая... Это полезно и интересная будет дискуссия. Значит, эта программа будет в три часа. Еще одно объявление я должен сделать Михаил Керн, адвокат иммиграционный. Обычно он бывает у нас в четыре часа. Сегодня, скорее всего, это будет в четыре тридцать. Ну, те, у кого есть вопросы иммиграционные, так что имейте в виду, встреча с Михаилом Керном состоится, но в четыре тридцать. У нас такого сегодня адвоката. В три часа настоятельно рекомендуем, как говорится. Давайте мы сделаем перерыв, подошло время рекламы, после чего... Звонок у нас, оставайтесь на линии. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. Про Маллером. Я помню, когда его только назначили специальным прокурором для себя и для моих радиослушателей. Радиослушатели сформулировал так. У него перед ним стоят две задачи. Не знаю, как будет проходить следствие. Еще не было утечек никаких, еще ничего не было. Но мне так виделось, что перед ним стоят две задачи. Первая задача – спрятать в воду концы преступлений предыдущей администрации. Демократов, да. А вторая задача – попытаться каким-то образом очернить или сместить президента Трампа. Вот это то, что я сказал. Похоже, мое предсказание сбывается. Ну, между прочим, СНН, несмотря на то, что уже закончено, СНН сказали, что они все равно, они согласны с выводами Бара и Разенстин. И они еще… у них будет свое расследование. Вот то, что они сказали. У кого у них, у СНН? У СНН, да. СНН – это та самая СНН, которая начинает выгонять народ с работы, потому что теряет в год по 10 миллионов долларов. И, естественно, они… Пусть продолжают. Флагом в руки. Их любимое слово в эфире – это импичмент. Вот они потребовали, что пора уже наконец-то начинать процедуру импичмента. Звонок есть у нас. Сейчас мы поговорим о импичменте. Добрый день. Мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к вам в экономическом и политическом аспекте. Скажите, пожалуйста, здесь китайские проблемы по пошлину. Первое. Фермеры, я так понимаю, терпят сейчас убытки. За счет лишения договоров с Китаем по бобовым и по мясу, потому что Китай переключился на Южную Америку. Вот это достаточно серьезная вещь. И второе. Производители обуви, которые, так сказать, на 75% все делают в Китае, они тоже, получается, лишаются возможности получения выгодного контракта. И таким образом цены на обувь взлетят вверх. И со системы с другим. Ну, что вы можете посмотреть? Хорошо. Давай, если что-то я скажу, а потом, если я что-то упущу, ты добавишь. Значит, что касается фермеров, если я не ошибаюсь, там, по-моему, 15 миллиардов долларов. Шестнадцать. Шестнадцать. Ну, разное. Хорошо, шестнадцать. На поддержку, так сказать, фермеров. На СНН периодически появляются единичные фермеры, которые говорят, что у них все идет прахом. Это, наверное, потому что цены на Крабс упали, наверное, держат убытки. Но вот 15 или 16 миллиардов Трамп выделяет. Что касается мяса, после, насколько я понял, насколько я помню, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если я ошибаюсь, Трамп ездил, встречался в Японии с премьер-министром и решили, что они откроют свой рынок для нашего мяса, чего раньше не было. Так что фермеры, которые производят мясо, ну, не ждут никакие катаклизмы. Есть куда отправлять мясо, не в Китай, так в Японию. Какая разница в Китае или в Японии? Это второе. Что касается обувки, которую якобы, ну, на самом деле 75%, я допускаю, 75% получают из Китая. Вы знаете что? Мне фиолетово, сколько будет стоить обувка, потому что 90% медикаментов, лекарств мы получаем из Китая. И что в этих медикаментах содержится? Периодически возникают скандалы, нас просто травят, нас убивают этими медикаментами. Своё производство мы здесь свернули, и 90% лекарств получаем из Китая. И в какой-то момент они могут нас просто оставить без лекарств. Это вас не беспокоит? Вас беспокоят дешёвые кроссовки? Или ваша жизнь, ваше здоровье? Это один момент. В технике, там тысячи наименований запчастей военной техники производятся в Китае. Вас это тоже не беспокоит? Нет, друзья мои, придётся затягивать пояса, придётся чем-то жертвовать, потому что это ситуация катастрофическая, на мой взгляд. Если они захотят нас придавить таким образом, они это сделают. Теперь они поговаривают всерьёз о том, что они будут контролировать или сокращать экспорт редкоземельных металлов. Они контролируют 80% добычи всех редкоземельных металлов, которые используются в производстве вот этих айфонов, всей электроники. И это тоже очень важно. Поэтому, я думаю, что мы должны душить Китай настолько, насколько это возможно, повышать тарифы, производство будет переходить либо в другие страны. А чем кроссовки, скажем, из Тайваня, хуже, чем из Китая, или из Вьетнама, или ещё откуда-нибудь хуже, чем из Китая? Переведут производство и будут производить. И дешевле будет. А вот что касается вот этих стратегических моментов, я думаю, что мы должны производство делать у себя. В принципе, ещё предстоит встреча Трампа с китайцами на саммите 20-ки. То есть, мы ещё надеемся, что какие-то вопросы всё-таки будут решены. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, ребята. Ну, смешно про китайскую обувь вопрос. Просто слушатель, пускай посчитает, как долго носит он эту обувь, качество и так далее. Да, спасибо большое. You got what you paid. Я никогда в жизни не покупал даже всё, что сделано в Китае. Даже кроссовки старался, или Таиланд, или что-нибудь. Но только не Китай. Ну, вы не забывайте, что хорошие бренды тоже сделаны в Китае, просто они сделаны не на китайском оборудовании, сделаны не китайскими нитками и не по китайским лекалам. То есть, там работает американский инж... Я прекрасно понимаю, о чём вы говорите. Это какой смысл покупать даже хороший бренд, сделан в Китае, или купить итальянский, который будет на 50 долларов. Итальянский тоже сделан. Тоже итальянский, многие сделаны в Китае. Поэтому будем... Я никогда не забуду, как... Не надо говорить только эту глупость, извините, что я так сказал. Самый большой рынок обуви из Италии идёт, чисто сделанный из Италии, на Америку. Окей, значит, давайте не будем вдаваться в подробности, потому что я вам гарантирую, что я вас забью на этом вопросе. Ну-ка, не угрожай. Это раз. Нет. Второе. Значит, все кричат, есть такая фирма Natuzzi, итальянская, очень известная, мебельная. И все говорят, итальянская, итальянская. Так вот, да будет вам известно. Она тоже сделана в Китае. Потому что дешевле туда везти кожу из Италии, чем металл из Китая. Поэтому мебель... Поэтому, смотря какие вещи и смотря какая обувь сделана в Китае и в Италии. Да, из Италии идёт, конечно, большой поток. Добрый день. Добрый день. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Мне кажется, что мы стоим на пороге катастрофы. Катастрофа Америки. Потому что то, что делает Трамп, это так отразится на жизненном уровне Америки, что к 20-му году, дай бог, что к 20-му году он жил, да, он будет переизбранный, будет зондровый президент-демократ. Понятно. Что бы он ни делал, он делает всё отвратительно. Я понял. Когда последнее, то, что он заявил, что если Мексика не остановит в движении этих колонн, то через 4-5 месяцев уже будет 25% пошлины мексиканской, всё, которое приходит из Мексики. Окей. Мексиканское правительство заявило, что это будет трагедия для Мексики и для Америки. Понимаете, то есть всё, что он не делает, он делает так похабно, так похабно. Понятно. Вы, пожалуй, правы. Вы, пожалуй, правы. Он действительно всё делает, это выходит так похабно для Мексики, для Китая и для прочих наших так называемых партнёров. Но вот для американцев то, что он делает, получается нормально. Вы посмотрите. Налоги сократили, сократили регулирование, экономика идёт вверх, безработица минимальная, рекордно низкая, зарплаты за многие десятилетия впервые стали расти. Так что американцев это устраивает. А то, что проблемы с Китаем и с Мексикой, я вам скажу такую вещь. Смотрите. Вы говорите, что он поднимает тарифы, да? Давайте разберёмся быстренько. Вот вы знаете, где находится Мексика, да? Вот вы себе представляете, вот Трамп делает плохо для Америки. Он закрывает границу с Мексикой, и Мексика просто погрязает во всём том, что они производят. У них гниют полностью все их крабс, растительное производство. Ребята, я ещё в эфире. Да-да, конечно, вы в эфире. Да, конечно, мы вас слушаем. Вы сказали, что бы с какой может. Здесь границу с Мексикой. Границу с Мексикой это будет конец Мексикой Америки. Поймите, да бога. Подождите, вы мне скажите, я должен взять... Один в Соединённых Штатах Америки должен быть в первую очередь политик. Политик, а не человек в чём. Хорошо. Понимаете, а политик... В вашем понимании политик это что? В вашем понимании политик это тот, который переворачивается на спину, поднимает лапы кверху и говорит, мне самое главное... Вы знаете, сегодня я разговаривал, я был в синагоге, да, с людьми. Знаете, что я сказал? Да. Там, например, такой вопрос. А русские... Вы начали немножко прерываться, к сожалению. Вы пропадаете вас, трудно понять. Спасибо. Дело в том, что политика и экономика это две сестры, которые неразделимы. Поэтому вы не можете говорить, что он должен быть только политиком. Если он ещё и в экономике разбирается, это просто хорошо. Если он доведёт страну вот до такого состояния, как он довёл свой бизнес, в принципе, столько лет он на плаву, то будет совсем хорошо, неплохо. Совершенно конкретные вещи, есть совершенно конкретные достижения. На протяжении многих десятилетий, как, наверное, я хотел сказать, Анатолий, все администрации, периодически тот президент, другой, неважно, республиканский, демократический, говорили о проблемах, существующих в торговых отношениях между Китаем и Соединёнными Штатами. И как бы они об этом говорили, говорили, и ни хрена никто палец о палец не ударил. Почему? А потому что такие деятели, как Джо Байден, как Дайан Файнстайн, набивали себе карманы, миллионы делали на продаже наших интересов китайцам. А вы говорите про политиков. Вы хотите, чтобы такой политик стал президентом? Или такой, как Клинтон, который на пару с вашей любимой Обамкой продали 20% урановых залежей России, которую они сейчас называют самым главным страшным зверем и врагом. Или в подарок 150 миллиардов долларов Ирану, который уже загнивал, а теперь он строит свою ядерную программу. Вот о таких политиках наш радиослушатель мечтает. А теперь насчет, я хочу ответить тому радиослушателю насчет фермеров. Молодой человек, вы запомните, у фермеров испокон веков всегда есть проблемы. Всегда. Буквально 25 лет тому назад мы устраивали благотворительные концерты в помощь фермерам. Почему? Потому что они постоянно, они не могут честно отработать те долги, которые они берут в банки. Они их берут, они пытаются что-то поставить, потом идут сумасшедшие дожди или идет сумасшедшая засуха. Они теряют свою продукцию. И потом они кричат и плачут, что у них все плохо, им нужны субсидии. Им эти субсидии дают. Они их берут, перемалывают и опять загоняют себя в одно место. Поэтому не волнуйтесь за фермеров. И, кстати говоря, уж фермеров на самом деле основная часть сельскохозяйственного производства принадлежит не маленьким фермерам, а огромным корпорациям, которые получают миллиарды и миллиарды долларов прибыли. И плюс к этому еще одна вещь. Это насчет мяса. То, что вы боитесь, что эти китайцы перейдут к Южной Америке. Вы себе представляете на секундочку возможности Южной Америки? Сколько они, да они должны поубивать всех своих жителей, чтобы только успевать за поставками мяса в Китай? Подумайте своей головой, о чем мы говорим. Какая Южная Америка? Кто? Гондурас? Кто? Гватемала? Кто? Сальватор? Венесуэла. Венесуэла. Вы про них говорите. Давайте прием звонок. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Я хочу, Сережа, первое поблагодарить за то, что вы подбираете умных, толковых радиоведущих. А второй и основной вопрос это то, что вы можете рассказать или обсудить о том, какой новый цирк придумали демократы. Вчера Нэнси Палоси выступала, ну, была приглашена к Джимми Киммелу, внесла там чушь. А сегодня утром на Вью, этот Дэвид Леттерман развлекал этих всех дамочек. И заявил, что экономика у нас не идет вверх, а идет вниз. Я вас пора дать. Спасибо большое. Ну, я вам скажу, насчет Дэвид Леттермана, ну, может быть, он сердобольный бы как-то выписал пару чеков в счет нашей экономики и поправил бы ситуацию. Потому что денег у него, как у дураков-антиков. Но, вот те, которые сидят на Вью, у меня как-то зашел разговор про Джой Бейхар, ну, и про, как ее, Вупи Голберг и так далее. Вы понимаете, сидят абсолютно выжившие из ума люди. Я не говорю про пол, я не говорю про возраст. Просто выжившие из ума люди, которые каждый понимает прекрасно, что если не Вью, им все, как говорят наши друзья евреи, им швахт. Понимаете, просто будет швахт. Чем им заниматься еще? Поэтому они сидят и чисто, держась, вцепясь в свои сиденья, отрабатывают те деньги, которые им платят за то, чтобы они говорили то, что они говорят. Вот и все. Если завтра их наимудрые республиканцы дадут в два раза больше, они будут говорить. Конечно. Между прочим, недавно вот видео было, где эта компашка пригласила Трампа еще до того, как он был президентом. И как они ему смотрели в рот, и как они стояли вот на церлах, как говорится. А как это Джосс Харбор с Микой Бжезинским, до того, как он выиграл номинацию, как они влезали ему все причинные места. А как только он выиграл номинацию, вдруг резко все поменялось, переменилось. Но меня больше волнует, я вам скажу, вот этот человек, который звонит, я не буду называть его имени, это неважно. Но человек, который постоянно звонит и жалуется на Трампа, объясню такую вещь. Это тот человек, который, его меньше всего интересует благосостояние народа, благосостояние этой страны. Его интересует одно. Значит, я не знаю только почему, у него, ну, человек, и он ненавидит Трампа. Ладно, ненавидит. Да, называется Трамп, Дерейдж Синдром. Дерейдж Синдром, да. Но, понимаете, самое интересное тоже, вот человек приводит пример. Я вчера говорил с кем-то из синагоги, потом он начал прерваться. Я хотел ему задать вопрос, это та синагога, которая поддерживает мусульман против государства Америка? Да, это та синагога, которая выводила на демонстрацию протеста против Трампа, который попытался ограничить въезд из стран населенных в большинстве. Или это та синагога, которая против Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля? Это та синагога, молодой человек? Или у вас больше волнует то, что Трамп не подкладывается, как использованная, прошу прощения, подстилка, под таких, как вы и вам подобных демократов, never-трамперов. Потому что они, видите ли, сердобольные, меньше всего интересуются о народе, меньше всего они интересуются о благополучии, больше всего они интересуются о своих прибылях и о том, как избавиться от Трампа. Потому что им очень скоро грозит серьезная встряска. Серьезная встряска. Причем, если вы считаете, что пострадают только ФБР, NSA и Department of Justice представители, поверьте мне, нет. Потому что точно так же будут страдать и демократы, которые все это, зная, проводили вот эти абсолютно ненужные расследования, абсолютно никчемные какие-то разговоры. Поэтому, молодой человек, вы пристегните привязной ремень, оденьте алюминиевые штаны, потому что, ну, чтобы на всякий случай прикрыть там всякие места. И ждите, когда к вам придут и объяснят, зачем Трамп делает то, что он делает. По поводу демократов. Я вспоминаю, как ты рассказывал про эту организацию синагоги реформистских в Нью-Йорке. Да, 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 это как раз те самые синагоги. Которая пыталась протянуть... Резолюцию, антиизраильскую резолюцию. Антиизраильскую резолюцию, которая осуждает... На конгрессе всемирного сионистского движения. Представляете эти синагоги вообще? Я хочу напомнить ситуацию с Эдамом Шифом, который сейчас возглавляет комитет по разведке. Я слышал запись эту. Когда два, так сказать, пранкстера из откуда-то с Украины, по-моему... Два шутника из Украины, по-моему. Да, из Украины. Позвонили и разговаривают с Эдамом Шифом, который сейчас возглавляет комитет по разведке. И который пытается, так сказать, который говорит, у меня есть неопровержимые доказательства того, что Трамп колоден с русскими. Так вот, этот самый Эдам Шиф, они ему говорят, у нас есть эти пранкстеры, говорят, у нас есть информация, компрометирующая Трампа. А какая информация, спрашивает Эдам Шиф, они говорят, у нас есть фотография, где Трамп голый. А Путин об этом, конечно, Путин об этом знал, да, Путин об этом знал, ну да, ему этот, Собчак, что ли, кто-то или кто-то там сообщила. А он говорит, да, ну тогда мы с вами свяжемся. Дайте мне ваш номер телефона. Говоря о Калужин и говоря о том... Вот этот ублюдок возглавляет комитет по разведке и пытается рассуждать на тему о том, как Трамп пытается обвинить Трампа в Калужин с русскими. Вот о таких политиках вы мечтаете? Нет, человек мечтает, знаешь, о чем? Чтобы мы опять вошли во французский аккорд. Во. Трамп, значит, все, что не делает Трамп, он делает плохо. Во-первых, Трамп вышел из Парижского соглашения по борьбе с климатом. То есть сэкономил несколько миллиардов долларов для американцев. Не отдал им этим людоедам, а сэкономил для американцев несколько миллиардов долларов. Потому что вышли мы в это соглашение, не вошли мы в это соглашение или зашли мы в это соглашение. Кроме того, что Америка, налогоплательщики бы отдали миллиарды долларов этим людоедам, ничего не изменилось. На сегодняшний день что-то изменилось в худшую или в лучшую сторону от того, что мы вышли. Нет, ничего не изменилось, кроме того, что вы можете позвонить... Трамп-мерзавец, Трамп-мерзавец. Да, но ты мне скажи такую вещь, Сергей, скажи мне такую вещь. А как тебе кажется, а вот если бы Трамп не вышел из французского соглашения, если бы Трамп не сократил налоги, если бы Трамп... Не отменил регулирование, которое убивало бизнеса. Сказал бы, ну что это за президент? Если бы Трамп не вышел из иранского соглашения, если бы Трамп... Вот если бы Трамп отправлял деньги Ирану, вот наш радиослушатель был бы доволен. Не, наоборот. Он бы тогда орал, изменит родину. А изменит, да? Что он вытворяет? По поводу вот этого договора французского, может быть, все-таки мы и не правы, потому что, вот я уже не одну статью читал, что будет очень жаркое лето, и вот они говорят, что вот видите, мы вышли из соглашения, а не надо было выходить. Вы видите, как жарко будет? Значит, так и есть потепление глобальное. Я другой пример приведу. Вот в результате того, что мы вышли из этого гребанного парижского соглашения, мы поехали в Дорк-каунте, и там было 51 градус мороза, блин, в конце мая. В конце мая, да. А одевался там в зимнюю одежду, фотография есть на Фейсбук, 51 градус мороза. Это вот потому, что мы вышли из этого соглашения. Я вот не помню, чтобы целый май, когда-то мы спали с открытыми окнами, свежевозным, чтобы заходить. Молодой человек, который нам звонил, он не понимает одну вещь. Опять же, вот Трамп вышел из этого соглашения, Макрон в нем остался. И посмотри, во что превратил свою страну. Вот это, мы этого хотим. Похоже, что они, чтобы к вам домой пришли люди определенной национальности, разогнули бы вам спину, и просто вам показали, в каком направлении находится Восток. И в каком направлении нужно молиться. Вот и все. Мы вернемся буквально через несколько минут. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Со мной в студии Олег Падлак, Анатолий Червец. И говорили мы о разном. А вот еще одно интересное сообщение. Хилари Клинтон будет выступать на саммите по кибербезападу. Она будет учить, как избавляться от ненужной информации. Называется «Натыснить кнопку «Плей». Нажмите кнопку «Делит». Натыснить кнопку «Делит». Помнишь, когда вы задали вопрос по времени пресс-конференции? Вы стерли, так сказать, данные на вашем церкви, как, с полотенцем? Тряпочка или как это? Это такой же анекдот, как педофила назначают директором школы слепо-глухо-немудка. Вот такого типа. Звонок, добрый день. Добрый день. Слушаю вас. Сережа, я First Time Caller. Только-только вышел на пенсию. Поздравляем. С заслужимым он отдыхом. Хочу ответить этому человеку, который мечтает смести Трампа. По-видимому, у него нет детей и внуков. И он всецело зависит от правительства. Потоки мигрантов с юга, я уже не говорю про все остальное, безграмотных и без специальности, и по характеру достаточно жестоких, питательная среда для гэнгс и наркодельцов. Он на 180 градусов неправ. Если выиграют демократы, Америка не будет существовать вовсе. Ее уже нет той Америки, в которую мы приехали 30-40 лет тому назад. А ему я советую просто записаться в организации типа Me Too, Black Life Matters и так далее. Есть еще организация, Союз Мазохистов, например. Ну да, да. Лига сексуальных реформ, помнишь, да? Понятно, спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. И поздравляем еще раз с выходом на пенсию. Спасибо. Заслуженный отдых. Да, обязательно. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Раз мы уже заговорили о том, что Хилл и Личин, как, так сказать, в чьих безопасности заниматься. Скажите, пожалуйста, насколько опасна Мишель Обама с точки зрения кандидата? Ведь о Трампе говорили, что он не политик, он хотя бы бизнесмен. А что эта пантера может, кроме того, что она вправляла мозги собственными людьми? Ну, не забывайте, что это чернокожая черная женщина. То есть уже вот плюсы то, что она... Понятно. На самом деле, то есть ты хочешь сказать, что, и я, пожалуй, соглашусь с тобой, что она могла бы представлять опасность для страны. Кроме того, не забывайте, что... Очень-очень многие люди, очень большой процент населения до сих пор, они обожают этот Обама-бренд, и они считают... Они просто слепо любят Обаму, они слепо любят эту семью. И даже вот как голосовали против Трампа за Клинтон, точно так же будут голосовать только против Трампа, вот чисто вот за нее. Потому что вот они просто слепо любят вот Обаму. Не, Олешка, ты раздели две вещи. Давай. Они будут либо голосовать против Трампа, и тогда неважно, кто будет идти против Трампа. Да, вот об этом я и говорю. Или они будут голосовать за нее. А если это еще будет и она, и эти... Представь себе, что эти две вещи совпадут. Я тебе объясню, к чему я это веду. Смотри. База демократов, она не увеличивается. База Трампа, она может быть не настолько быстрая, но потихоньку она увеличивается. Да, я понимаю абсолютно. То есть, если будут голосовать против Трампа, да, у нас есть проблема. Но если будут голосовать за нее, то я тут никакой проблемы не вижу. Почему? Потому что тебе это докажет, что Джо Байден... Количество голосов не хватит. Да, конечно, я понял, что ты имеешь в виду. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Несколько лет тому назад на американском русском телевидении в программе Александра Гордона выступала адвокат женщины из Калифорнии. С таким материалом, что у нее есть документы, есть материал о том, что Обама пользуется social security номером, принадлежащим иммигранту из Молдавии, который умер в 29-м году. И она с этим материалом обращалась в social security в штаб-квартиру, которая, по ее словам, находилась в Мэриленде. Но прокурором этого штата в то время был Розенштейн. И он это дело не пустил. Вот вам известно что-нибудь вообще на эту тему? Потом как-то эта тема ушла с этого русского телевидения и больше не возобновлялась. Может, вы что-то пошли? Периодически оно... Всплывало, но никто на это не обращал внимания большого. Периодически оно всплывает о том, что действительно какой-то странный social security номер. Но, понимаете, есть среди нас неприкасаемые. Это раз. Во-вторых, не забываю такую вещь, что она обращалась почему-то в штат Мэриленда. Послушай, есть миллион всяких организаций, куда можно обратиться, где нет руки Обамы. Но, может быть... Тем не менее, он этого не делал. Ведь каждый штат имеет начальные цифры свои. Нет, все же, что я в это не верю. Окей, хорошо, давай приведем в следующий сценарий. Говорите, пожалуйста. Я не верю в это. Ничего мы сказать не можем. Нет. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Олег тут рассказывал про... Это было не... Большое выступление Мюнера. А он не проводил пресс-конференцию. Он высказался и ушел. Девять минут, 48 секунд, whatever, не посчитали точно. Одна вещь там вышла нормальная, как сказать. Он сказал, что Бар... Больше информации, чем он даже должен был. То на этой почве, вы слышали, больше никто не вспоминает... Конечно. ...бару сделать импичмент. Ну да, да. И судить. Так что в этом плане что-то положительное появилось. Конечно, конечно. Я согласен. Теперь вы вспомнили про Обаму. Вы знаете, что он находится... Бортов директора... Нетфлэкс. Как это называется? Нетфлэкс. Нетфлэкс? Нетфлэкс. Они сейчас... Я думаю, он там немножко правит был. Может быть, не полностью. Они же теперь отказались... Делать какие-то... Да, нет... Какие-то... Ну, эти... Снимать фильмы в Тенниси. Не в Тенниси, в Джорджи. В Джорджи. В Джорджи. I'm sorry. Окей. Но в то же время было сообщение, что они делают фильм про Грампа. Да. Да, они собираются... Не просто фильм, они... Они сериал собираются снимать. Ну, никогда мы, наверное, не избавимся теперь от Обамы. Кстати, Сергей выглядит сегодня very sharp. Ну вот, я тебе говорю, ты нас всех мешаешь. Это называется в Америке casual friday. Да, да, да. Представляете, как он выглядит в другие дни. Это мы всегда носим костюмы, а Сергей нам сказал casual friday. Спасибо. Спасибо, сам. У меня сегодня особый гость Юли Бигбова, поэтому я должен соответствовать. То есть мы для него это так. Вы мои коллеги. Ну да. Это как в том анекоте, когда приемщик бутылок говорит, что же я идиот не в дубленке, когда к нему дама пришла. Слышишь? Ну, демократы говорят о том, что... Ну, Байден заявляет. И вообще все говорящие голову о том, что Трамп унаследовал экономику, которая booming. Конечно. А как же? Значит, Федерал Резерв оф Сент-Луис опубликовал такой снэпшот. Да. Графики. Экономики при Обаме. Причем там есть графики, которые резко идут вверх. Просто вот фантастически смотря в чём. Снова верка идёт в чём. Вот давай сначала перечислить те, которые идут вверх. Да, да. У нас передо мной эти графики. Студенческие займы. Студент Лоунс. Да. Фудстэмпы. Угу. Просто ракет. Скайракет. Скайракет. Федерал Дед. То есть государственный долг, который увеличился. Скайракет. Майнин принтинг. То есть печатание денег. Ну да. Стоимость медицинских страховок. Вверх. Дальше. То, что идёт вниз. Лейбор-форс-партисипейшн. Вниз. Давай сразу объясним. Лейбор-форс-партисипейшн – это люди, которые активно ищут работу. Которые либо работают, либо активно поискивают работу. Почему это всё уменьшается? Потому что люди потеряли надежду при Обаме найти работу. Они просто уходят с рынка труда. И причём, когда была предвыборная кампания, если ты помнишь, выступление Обамы в Детройте, когда он говорил, ну как он может, ну подумайте сами. Ну как он может работы привезти в Америку? Ну вы же грамотный человек. Давай ещё пару примеров. Давай, давай, давай. Пару примеров. Средний доход на семью американскую. Вниз. И home ownership. Домовладение. Потеряли сколько домов. Ушли резко вниз. Это всё, что было при Обаме. И при этом они заявляют, что экономика буминг. Я помню, как Маша Си там есть у нас. Что буминг экономик была ещё до того, как Трамп пришёл. И Трамп просто унаследовал. Они до сих пор об этом говорят. И Обама выступает об этом. Ой, Обама. Байден. Да. Да, и Обама сказал, что я должен... Добрый день. Говорит, пожалуйста. Это правда, что Биг Бо будет в прямом эфире? В три часа. Абсолютно. В три часа с Леваном Баньшином. Я уже не могу дождаться. А она как вас ждёт. Вы знаете, мы уже начали продавать билеты. Тут стулья поставили. Так что... Я первый был в донейшн, который дал. Я хочу первым дать. Миша, ну что я тебе могу сказать? Ну бывает. Каждый имеет право на одну ошибку в жизни. Ну вот так. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я целого отрицательного. Крайне отрицательного отношусь к обаме. И к всем его действиям. И к его жене и так далее. Но для чистоты нужно отметить, что и при Трампе на 2 миллиарда поднялся долг. На 2 триллиона, прошу прощения. 2 триллиона. Абсолютно. Эта проблема существует. Да, она всегда. При Рейгане 3 раза поднялся госдолг. Да. Но там низкий был уровень. При Абаре в 2 раза. Но там был уровень 10. А при Рейгане был уровень 2. Да. Но при Рейгане 3 раза поднялся госдолг. Так что, очевидно, без этого Америка не может развиваться без роста госдолг. Нет, нет, нет. Можно я вас... Хотите, оставайтесь на линии. Хотите, можете послушать по радио. Вот смотрите, что получается. Понимаете, когда Обама удвоил долг, он его удвоил фактически на то... Он выдал это на то, что ему нужно выгородить банки, выгородить экономику. И он поднял... То есть, он этот долг просто чисто тратил деньги, как пьяный матрос. Просто тратил деньги. Теперь ему никто не говорил слова против этого. Теперь Трамп с удовольствием бы пошел на сокращение бюджета. Но проблема в том, что ему демократы... Опять же, не потому, что не только демократы, но и те заинтересованные республиканцы ему просто не дают возможности. Ведь вы же знаете, что республиканская партия испокон веков была партией сокращения долгов, сокращения правительства, сокращения налогов и так далее. Всегда это было. И только за восемь... А кто не стал драйками не поднимать госдолг? Кто его заставил? Я вам скажу, кто заставил. Смотрите, я вам привожу цифры. Когда при Обаме был так называемый секвестер, да, на военные нужды было выделено всего 40 миллиардов долларов. Вы себе представляете, нужды американской армии на технику, на электронику, на сопровождение было выделено 40 миллиардов. Мы полностью, фактически убили эту армию. Трамп вынужден был просить 750 миллиардов на то, чтобы эту армию возродить, чтобы эту армию обеспечить, чтобы ее... Мало того, армию, но и тех, которые ее обслуживают, и тех, которые поставляют продукцию в американской медитере. Понимаете? А 750 миллиардов, вот вам почти триллион долларов уже. Понимаете? Поэтому... Но это необходимо было сделать. Но для того, чтобы этот бюджет утвердить, демократы затребовали там 600 с лишним миллиардов долларов на всякие социальные... На 650... Вот вы говорите, смотрите, вы говорите, что Трамп мог сократить долг. 750 миллиардов на нужды армии и 650 миллиардов на социальные программы. Что значит социальные программы? Если кто-то из вас, прошу прощения, на пенсии, я имею в виду на паблике, на СССР и так далее. Вот вы мне скажите, насколько вам увеличили ваши деньги, ваши футстемпы или линг-карт и ваши бенефиты медицинские? Насколько? Ну как, на 1%? Насколько? На 1% вот. Не, при Обаме вообще не повышалось. Понимаете? А демократы просят 650 миллиардов на социальные нужды. Для чего? Потому что кто-то должен содержать нелегалов, кто-то должен содержать вот тех, которые сидят без работы, которые не хотят идти работать. Оно им не нужно. Нет смысла. Понимаете? Вот на эти все нужды для, как говорится, entitlements, они тратят 650. Есть разница 750 на армию и 650 на поддержку всяких бесштанников. Причем не включая пожилых людей и их бенефиты. Вот думайте об этом. Интересная была статистика по штатам. Разбивка такая. Люди, которые живут на социальные пособия всевозможные. И приводился пример, сколько это в абсолютном выражении, и что выгоднее идти работать, получая, скажем, в нескольких штатах это было так. Выгоднее сидеть на социальных пособиях, получая медицину и так далее, чем работать и зарабатывать, скажем, 24 доллара в час. Нет, ну это вообще. А в штат, а в Гавайи, а на Гавайях, на Гавайях выгоднее сидеть на пособии, чем работать и получать 30. Так ты не забывай еще, что... 34 доллара в час. Подожди, ты не забывай, что еще люди смотрят в будущее, потому что, когда ты выйдешь на пенсию, работая, ты получишь медикейр и будешь покупать сапплементал и доплачет за лекарство. А когда ты вынешь, не работаешь, ты вот так и будешь продолжать, все будет покрыто. Еще и дешевое жилье получишь. Добрый день. Здравствуйте. Хочу вот добавить, что, во-первых, Обама сделал вот этот вот долг больше, чем все предыдущие президенты до него. Это раз. Во-вторых, он расплатился с теми, кто помог ему выиграть. То есть он расплатился... С профсоюзами, с чиновниками. Профсоюзами, с Соросом и так далее. Давай им всякие, и с другими, которым он давал такие жирные куски государственных всяких заказов. А теперь, значит, по вопросу... Мария, у нас, к сожалению, больше... Мария, давайте в следующий раз. У нас просто нет времени. Следующая программа на осень. Еще есть звонки. Еще есть звонки, поэтому, может, примем еще один. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Говорите. Говорите. Да, пожалуйста. Я еще хотел пару слов о военном бюджете сказать. Угу. Вот стратегический ордировщик по контракту должен был стоить 600 миллионов. А государство заплатило за каждого ордировщика 2 миллиарда 100 миллионов. То же самое было по истребителям и так далее. Зелет каждого истребителя обходится 19 тысяч долларов в час. Об обордировщиках я вообще не говорю. И качество истребителей таково, что на каждый час взлета нужно 19 часов потом на земле проводить его в порядок. То есть госбюджет раздувается за счет неадекватных действий тех, кто производит. Вы знаете что, можно я вам скажу просто одну простую вещь. Вот тогда, когда вы соберетесь и сядете в бронетранспортер, в котором донная броня полтора миллиметра, потому что экономят деньги, потому что было выдано 40 миллиардов всего на оснащение, вот когда вы сядете в такой бронетранспортер, когда вам выдадут бронежилет, который может остановить разве что плевок, и патроны из Китая, которые выдадут вам каску, которая в лучшем случае, ну если листок не упадет, вот тогда вы можете рассуждать о раздувании бюджета. А до тех пор, пока вы это на себе не испытали, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Спасибо. Спасибо большое, Олег Пашлак, Анатолий Червец. Меня во-прежнему зовут Сергей Зацепин. Спасибо всем, кто слушает, кто принимает участие, звонит и так далее. Всего доброго.